Весь день в мечеть не впускали для молитвы верующих, сообщает муфтий Духовного управления мусульман Украины Ума Саид Исмогилов. Зная, что оккупанты уже подбрасывали сюда книги, и в любой момент это может повториться, имам мечети по несколько раз в день тщательно проверял каждый уголок здания, сообщает муфтий. Поэтому в этот раз пакет с двумя книгами «Три основы» авторства Мухаммада Абдель-Вахаба подбросили во дворе возле туалета. Возле туалета. Они, наверное, настолько не образованы, что не знают о том, что мусульмане не ходят в туалет с книгами. Особенно с религиозными. Приносить религиозную литературу в места гигиены, туалет, баня, душ и так далее, или держать их поблизости категорически запрещено. Книги «Три основы», утверждают имамы, никогда не было ни в мечети, ни в библиотеке мечети даже до оккупации Крыма. Муфтий подчеркивает, эта мечеть популярна среди мусульман крымских татар. Община насчитывает несколько тысяч постоянных прихожан. Она известна благотворительной помощью сотням сирот и малообеспеченных семей. Например, в марте здесь прошла вот такая благотворительная ярмарка со сбором денег для детей, больных раком, саркома и циррозом. Теперь общине сообщили, что против мечети возбуждают уголовное дело и передадут его в суд. Во всех предыдущих случаях происходило то же самое. «Это очередное недостойное циничное нарушение прав и свобод верующих в оккупированном Крыму», заявляет Муфтий. «Происходит ущемление как православных киевского патриархата, так и мусульманских общин», добавляет он. 6 сентября состоялось и очередное заседание по делу 26 февраля по обвинению в якобы организации беспорядков политузника замглавы Меджлиса Ахтема Чайгоза. Как отмечает его адвокат Николай Полозов, это уже 11 заседание. Каждый раз защита ходатайствует о доставлении в зал самого Чайгоза, но суд отказывает. Отказал и в этот раз. На заседании отсутствовал скандально известный так называемый прокурор Александр Домбровский, который на одном из заседаний заявил, что на митинге были с одной стороны крымские татары, а с другой – жители Крыма. Однако обвинение отмечает, что он ушел в отпуск, а не выведен из процесса из-за его заявлений, как того требовала защита. В судилище допрашивали свидетелей. Это были уже 21 и 22-й допрошенные по делу. Первый из допрошенных, так называемых, потерпевших – казак. Первый потерпевший Ланцедов, представитель казачества, как он сказал, общественной организации, он присутствовал 26 февраля у Верховного Совета. Внутрь он во внутренний двор попасть не смог, находился с внешней стороны. Сразу скажу, что ни один или ни второй потерпевший Артемыч и Гоза не помнят или не видели. Соответственно, ни о какой его руководящей роли, как указывает обвинение в массовых беспорядках, ничего сказать не могут. Второй потерпевший – ополченец. Оба ничего не могут сказать о том, что же должно было происходить в парламенте Крыма 26 февраля 2014 года. Что характерно, ни один, ни другой потерпевший не знали о целях митинга. Что-то в общем по телевизору они слышали, знали, что идет нагнетание обстановки. Но конкретно, что должно было происходить в Верховном Совете и с какой целью они там собрались, они не знали. Оба подтвердили, что на митинге были и Аксенов, и Чубаров. Тракнов сказал, что слышал, что и Аксенов, и Чубаров через громкоговорители призывали участников и одного, и другого митинга к спокойствию. Сам Тракнов пострадал от распыления газа, никаких других травм у него не было. А, соответственно, потерпевшим он стал после того, как руководство народного ополчения передало его данные следующее. Накануне Ахтемчий Гос написал письмо из СИЗО, опубликовано его женой в Фейсбуке. «Пошел 18-й месяц моего нахождения в следственном изоляторе Симферополя», – пишет он. «Многие беспокоятся о моем самочувствии и здоровье. Конечно, с каждым днем находиться здесь в изоляции все тяжелее, не видя близких и родных, не наблюдая, как растут внуки, и не имея возможности их видеть, не зная, увижу ли я живыми своих пожилых родителей». От всех этих мыслей порой становится невыносимо больно. Но, добавляет узник, от одной мысли о том, что необходимо сделать, чтобы все это прекратилось, встать на колени перед хамами и подлецами, продажными мелкими людишками, изменить своим принципом, опозорить самого себя и весь крымско-татарский народ, только от одной такой мысли вскипает кровь. «Поддержка моего народа и многих людей по всему миру придает мне сил и терпения». Конец цитаты. Ахтемчий Гос благодарит всех, кто оказывает ему такую моральную поддержку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова